А в мирном расходы на транспорт и вовсе возмещают льготу. На проезд получают пациенты, нуждающиеся в диализе. Особенно она важна для тех, кто прописан за пределами города. Ведь к аппарату искусственной почки человек вынужден подключаться три раза в неделю. Городской транспорт для таких людей не подходит. Их единственное спасение – спецтранспорт. Тему продолжит Август Степанова. Олегу Валянскому из поселка Чернышевский два года назад врачи поставили диагноз «почечная недостаточность». После этого каждый день молодого человека – это ежедневные уколы и ограничения и запреты врачей. Плюс ко всем курс гемодиализа в районную больницу Олег приезжает трижды в неделю. Сегодня в Мирненском районе в регулярном гемодиализе нуждается порядка 20 пациентов. Врачи отмечают больных, для которых эта процедура жизненно необходима, становится больше. Мочекаменная болезнь в городе Мирном выходит на первое место. Это со стороны патологии почек, да. Диспансеризация постоянно подтверждает. Я в свое время, когда готовил свои работы по защите, по категории, я отмечал, что порядка 15-20 человек ставят на диспансерную, и 2-3 человека у меня практически было поступление в отделение. Жизнь этих людей превращается в сплошную дорогу. Особенно тяжело жителям отдаленных поселений. Выручает так называемое социальное такси. С дома забираем-то их. Нам адреса говорят. Мы подъезжаем, собираем их. Билет на маршрут Чернышевский Мирный в оба конца стоит 800 рублей. Дорога занимает 2 часа. Общественный транспорт для таких людей непригоден. Их единственное спасение – спецтранспорт. В целях повышения предоставления специализированной медицинской помощи больным, страдающим хронической почечной недостаточностью, с 1 июля организовано у нас транспортное обслуживание к месту проведения амбулаторного диализа и обратно. Заявки поступают с Мирного, Орылаха, Алмазного, Чернышевского и Светлого. Проезд не стоит клиентам ни копейки. Все расходы компенсирует Министерство здравоохранения республики.